Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Каждый из нас попадает в такие ситуации, когда нужно произнести убедительную и развернутую речь. На экзамене, на деловой встрече или в дружеской компании. Эта книга поможет научиться достойно выходить из положения, ведь она рассказывает о технике речи. Слушатели узнают, как поставить дыхание и голос, выработать хорошую дикцию и правильное произношение, а также многое другое. В заключении также даются упражнения, которые помогут голос и речь сделать более звучными и красивыми. Книга незаменима для преподавателей, журналистов и всех, чья работа связана с публичной речью. Вступление. Нужны ли цицероны сегодня? Способность говорить – это дар, который отличает человека от всего живого. Жизнь людей невозможно представить без языка, без речи. Слово издавна окружено ореолом, созидающей или разрушающей энергии. В мире, где мы живем, все великие изменения происходили и происходят под воздействием слова. Отточенное, прошедшее через горнило действия мысли, оно вонзается в сознание собеседника и определяет его поступки. Функции слова в человеческом обществе разнообразны. Оно помогает выстраивать общение между людьми, способствует обмену информацией, позволяет осуществлять влияние на аудиторию. Во все времена владение словом ценилось очень высоко, так как это качество говорило о культуре человека, его образованности. Каждый может попасть в такие ситуации, когда он должен что-то публично рассказать. Кого-то поздравить, разъяснить какое-либо явление или высказаться по поводу какого-либо события, то есть продемонстрировать развернутую речь. Именно в таких ситуациях проходит проверку не только знания образованность, но и внутренние качества личности, а именно энергичность, сила воли, креативность, умение выразить свои мысли в привлекательной словесной форме. Среди огромного количества профессий лишь малая толика не связана с необходимостью владеть формами речи и составлять тексты, пусть даже небольшие. Дело, которому человек решил посвятить жизнь, часто требует от него, чтобы он был не просто личностью, а языковой личностью, так как только общение позволит приобрести авторитет среди окружающих. Предприниматель связан с необходимостью писать деловые бумаги и вести деловые переговоры. Адвокат создает документы, говорит с клиентами, выступает в суде. Занимаясь политикой или социологией, вы тем более будете иметь широкие связи с людьми, которые возможны лишь благодаря речевой коммуникации, активной речи. И чем успешнее ваше продвижение по службе, тем более интенсивными и сложными будут ваши речевые нагрузки. Руководитель любой фирмы, предприятия, организации связан речевыми отношениями с множеством людей. И в этом сложность его работы. Поэтому, если хотите двигаться вперед, быть на коне, развивайте яркую, выразительную, грамотную речь. Глава первая. Составляющие техники речи. Техника речи. Кому и зачем это нужно? Владеть хорошей техничной речью каждому так же необходимо, как и вообще выстраивать высказывания. Тихий и слабый голос, завышенный тембр или нечеткая дикция затрудняют восприятие выступления, отвлекают внимание слушателей от содержания. Оборатаясь четкой дикцией и хорошим голосом, можно сказать, что он обладает своеобразной вежливостью. Любой, кто когда-либо находился при неудачном с позиции техники речи выступлении, помнит чувство дискомфорта от свистящих, шипящих и пришипетывания тихого голоса или визгливых интонаций, которые психологически... Сэмпл. Комплит. Редактор субтитров.